Светлана у нас спрашивает, как остановить скачки мыслей, как перестать отвлекаться сигналов тела. Я задала дополнительный вопрос, что касается ли это времени, когда вы медитируете. Светлана не ответила, но предположим, что Светлана говорит о том, что ее отвлекают мысли во время медитации. На самом деле медитации в методе Сильва не говорят о том, что или не спидвигают вас на то, чтобы вы полностью отключились от каких-либо мыслей. Вот в том, что скачки мыслей происходят, и вы не контролируете эти скачки, и мысли сами по себе в хаосе двигаются, вот это уже другой момент. То есть в динамической медитации, которая обучает метод Сильва, мы учимся контролировать свой мыслительный поток. То есть мы учимся направлять наши мысли в то русло, которое нам необходимо. Если мы работаем с исцелением, мы думаем об исцелении, мы представляем этого человека, которого мы исцеляем для себя. Если мы планируем свой день, то мы направляем свои мысли, и свой поток энергии в свой день и так далее. То есть здесь вопрос в том, что скачки мыслей будут в начале практики. Это как при любом каком-то новом действии. Нужна практика, практика, практика для того, чтобы отработать этот навык. Не пугайтесь, не переживайте, просто осознайте, о, поскакали мои скакуны, замечательно. Останавливайте их и говорите, так, ребята, сегодня мы с вами двигаемся, или в данный момент я прошу вас двигаться в этом направлении. Дело в том, что за годы нашей жизни наш мозг, наш разум привык, мы сравниваем это часто как обезьяна, которая брыгает с дерева на дерево, в хаотичном порядке. Для того, чтобы структурировать свои мысли, для того, чтобы приучить свой разум двигаться в вашем направлении, так, как вы хотите, вам нужно взять контроль на себя. И без паники, спокойно, можно с юмором сказать так, будем двигаться в другом направлении. Так что я надеюсь, что это понятно. Мы не пытаемся освободиться от мыслей в методе Сильва, наоборот. Но мы хотим их направлять в нужное нам русло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!